Большие прожекты, большие расходы. В следующем году не менее 49% всех дорог Ульяновской области должны соответствовать установленным нормативным требованиям. Помогут в этом два крупных проекта. Безопасные и качественные дороги, по которым мы на работе в регионе перечислят почти 10 миллиардов, и госпрограмма развития транспортной системы Ульяновской области, на которую выделят еще 10 миллиардов 300 миллионов рублей. Еще миллиард 300 миллионов получат муниципалитеты на решении своих первоочередных вопросов дорожной отрасли, в частности, ремонта мостов. В 2023-м в список на замену попали 11 мостовых переходов, на что из бюджета определено 150 миллионов, при потребности в 600. Наталья Брюханова пояснила, здесь ожидается доп. финансирование по принципу светофора. Дополнительные средства будут выделяться по приоритетам, выстроенным совместно с депутатским корпусом. От дорог к транспорту, прежде всего общественному, на все потребности которого в грядущем году закладывают более 400 миллионов, из которых почти 14 уйдут на обновление подвижного состава, прежде всего автобусного. При этом народные избранники потребовали четкого ответа, когда в отрасли наконец-то наведут порядок. Нарекания от граждан давно стали притчей в языцах. Василий Гвоздев обратился к Сергею Воронцову. Вы как профильный министр скажите, мы исправим ситуацию в Димитровграде, в Ульяновске по качеству работы транспорта для людей, чтобы они в часы пик ходили по-человечески, чтобы они в другие времена ходили достойно, чтобы люди у нас не стояли, особенно зимой, на остановках по полтора часа. Несмотря на заявленные графики, которые у нас на остановках, в том числе в центре города стоят. Воронцов отметил, что критика обоснованная и определенная работа с муниципалитетами проводится. Вопрос с бесперебойной работой маршрутов налаживается постепенно. То, что касается автобусов, которые не выходили на линию, были взяты в лизинг, мы этот вопрос, слава богу, закрыли. В текущем месяце 22 автобуса у них новых, которые стояли, они выходят сейчас на линию, поэтому там некоторые маршруты мы обеспечиваем. Парламентарии акцентировали внимание министра на необходимость оказать поддержку администрации Ульяновска в выплате лизинговых платежей за подвижной состав электротранса. Трамваями и троллейбусами пользуется значительная доля жителей региона, так как половина населения области проживает именно в региональной столице. Одним из центральных вопросов стала тема расселения граждан из аварийного жилья. В следующем году на эти цели в бюджете заложено свыше 298 миллионов рублей. Депутат Гюальга Гусейнов уточнил, сможет ли регион исполнить все взятые на себя обязательства. Для того, чтобы укладываться в эти цифры, в эти сроки, нам сколько примерно семей, или там площадей, или в деньгах, сколько нам надо. 23-й год объявлен президентом России годом, когда в стране должен быть окончательно решен вопрос обманутых дольщиков. По этой статье из федерального центра в дополнение к региональному ассигнованию направят дополнительно 140 миллионов рублей. В 2023 году заканчивается программа по переселению граждан из домов, признанных аварийными, до 1 января 2017 года. И в случае выполнения этой программы федеральное правительство будет выделять средства на переселение граждан из аварийных домов, признанных аварийными, после 1 января 2017 года. Министерство у нас заверило, что никаких обстоятельств, способствующих невыполнению данной программы, нет. И она будет выполнена в соответствующий срок с достижением целевых показателей. По итогам обсуждения комитет поддержал законопроект об областном бюджете на 2023 и плановый период 2024-2025 годов во втором чтении. Продолжение следует...